друзья привет мы вновь в москве у курского вокзала но никуда из столицы не уезжаем скорее спускаемся вниз московской подземке уже не первый год действует вернее звучит проект музыка в метро и довольно часто на разных станциях пассажиры могут встретить и послушать героиню нашего нового выпуска друзья прежде чем начать смотреть пожалуйста подпишитесь поставьте лайк это нам очень сильно поможет и традиционно на нашем канале человек сам расскажет о себе я очень люблю выступать на курска его ван зале там очень классная акустика там всегда хорошая погода не то что на улице поэтому я очень люблю играть музыку метро я настраиваюсь внутренне собираю себя по кусочкам так что все все не нужно отбросить в сторону дышу ровно и приближаюсь своим инструментом и прелесть этого зала в том что здесь обидительно классная акустика но ее нужно уметь использовать ее нужно уметь себя подстраивать чтобы звук резонировал от пространства выгодным образом и так чтобы он летал хаотично да а именно выбрать ту позицию в котором он будет отражаться от стен красиво вот так и а и и и и и и и и и Бедная преград, крылатые качели, летят, летят, летят. Я выступаю музыкой в метро уже 6 лет. Все сеты музыки в метро проходят с 10 утра до 10 вечера. В будние дни перерыв на час пика, а в выходные перерывы на час пика нет. То есть все сеты по 2 часа. Вот когда час пика, с 16 до 17 только играют, а потом перерыв до 8 часов. Потом один сет с 8 до 10. Бедная преград, крылатые качели, летят, 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 летят. Метро такое место, где можно несколько раз петь одну и ту же песню. Особенно если ты репетируешь что-то, сегодня я поняла, что крылатые качели просто заходят на ура. Просто люди подпевают, идут, взмывая выше ели. Вот это вот, да? И у всех хорошее настроение, все идут и улыбаются. И прям я чувствую, как воздух, он вибрирует вот этой радостью. Одна из моих любимых песен. Делай вопреки, делай обреки. Мир переверни, небо обреки. Каждое выступление это что-то новое. Это разное. Но если нет внутреннего стержня внутри, вот именно задачи какой-то программы заложенной, что я знаю, что я делаю, я знаю, я репетировала, я знаю. И у меня на каждую публику найдется своя песня. То есть как бы у меня есть репертуар, я выступаю как на детских праздниках, например, так и на каких-то очень крутых корпоративах, куда меня приглашают, там, газ мёс какой-нибудь, там, в офис на Новом Арбате я еду выступать, да? Ну, самое основное это, что внутри у меня есть программа. Все через любовь. Вот через любовь. Даже самые там страшные какие-то там песни, которые там мне заказывают играть, которые я не люблю, я наполняю их любовью и выдаю их так, что мне говорят, Алис, слушай, вот после тебя эти песни можно слушать. То есть мы прислушиваемся к тому, что, то есть я транслирую через свою призму восприятия этот материал, да, и я его выдаю. Они говорят, это становится слухабельным, если можно так сказать. Лучше, чем мы, лучше, чем мы, когда на меня не станет. Я буду петь голосами Моих детей И голосами их детей Нас просто меняют пистоли Так у знакомых с анасами В круговорот людей У меня таких историй было очень много. Я просто переделываю немножко песни музыкально, аккорды ставлю джазовые, без вот этих блатных трех аккордов. Я делаю, потому что у меня джазовое образование, я переделываю, делаю с наполнением полными или секто-аккордами, И песня, получается, другая, и после этого мне говоришь, что она становится слухабельная. Вот так. Я просто немножко переделываю, не текст, а именно музыкальную составляющую, и пою ее так, что ведь это же магия, я же умею делать так, что из пиано в мецефорту переходить, это тоже управление психологическое. Ой, мама, когда меня не станет, я буду петь голосами моих детей И голосами их детей Нас просто меняют местами Такого согласия с анасами В круговорот людей У меня самый мой длинный концерт длился 12 часов. То есть начала я с 5 часов вечера, да, и закончила я в 5 часов утра, без повторений композиции вообще. У меня есть возможность как бы чисто интуитивно чувствовать, как мне исполнять и что мне исполнять. Если я вижу, что сегодня идет репертуар, допустим, Анны Герман, да, я понимаю, что сегодня мы поем советскую эстраду, вот так вот, да, или я чувствую, что сегодня какое-то более задорное настроение, и я пою какие-то роковые композиции, иногда вообще я могу играть диско что-то, чтобы народ плясал, или рок-н-ролл. Это как серфинг. То есть ты ловишь вот эту волну, и ты в ней серфишь. Вот, главное ее держать, чтобы тебя не накрыло. Тысячи недаленей, после меня будет. Тысячи дней, тысячи дней меня, тысяча меня. И мы снова принесли и нас не вычинить, приватить наши дети. Будут лучше, чем мы. Лучше, чем мы. Лучше, чем мы. Лучше, чем мы. Когда меня не станет, я буду петь с голосами. У моих детей, и на зонах их детей. У нас просто не нет, не стоит. Какой загон за нас, и Не надо петь с голосами. Самое сложное, это не цеплять негатив. И если я буду цеплять негатив, то у меня все кувырком просто пойдет. Я уже перестану транслировать то, что... С какой задачей я пришла, я перестану ее выполнять просто. Я начну садиться на карусель безумия других людей. А мне нужно как-то, опять же, через вот эту любовь, Что все гармония хаоса и есть порядок, как поется в одной песне. Моих детей, и голосами их детей, Нас просто меня местами, В таком согласии, В таком согласии, В круговых людей. Воу-воу-воу, Воу-воу-воу, Воу-воу, Воу-воу-воу, 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 Я занимаюсь музыкой с трех лет, и я всю жизнь музыкант. У меня родители, ну, как мама, она музыкант, дирижер фольклорного хора. И я с трех лет занимаюсь музыкой профессионально. Конечно же, я просто занималась в музыкальной школе детской. Поступала в разные музыкальные училища. Но моя мама сказала, что это не профессия, будучи музыкантом. Она же знает, что это такое. Она говорит, это не профессия. Были такие 90-е годы, когда все учились на бухгалтера или на какого-нибудь, не знаю, юриста. И, в общем-то, я получила... Несмотря на то, что я поступила в Гнесинку, меня взяли, потому что музыкальную школу я окончила с красным дипломом. Меня брали в Гнесинку на эстрадно-джазовое отделение. И я пошла учиться в университет по трем другим специальностям. Референт-переводчик, социолог и специалист по рекламе и арт-бизнесу. Кроме языка мне больше ничего не пригождается вообще. У меня нет такого запроса даже во вселенную, чтобы мне пригодилась вдруг социология. Хотя, ну, я не знаю, наверное, пригождается, потому что это же общая наука такая, все-таки об обществе. Поэтому я работаю с людьми, поэтому, наверное, пригождается. Субтитры создавал DimaTorzok Я могу петь, и у меня на следующий день не садится голос, потому что я правильно использую диафрагму. Если правильно поешь, посылаешь воздух из диафрагмы вот сюда, то здесь ты просто настраиваешь. Здесь вот настройка у тебя идет в горле, а основная сила, она идет отсюда, отсюда. И поэтому голос не садится. У голоса есть несколько регистров, то есть как бас, там, да, средние частоты, высокие. Просто мне так хотелось виртуозно петь, вот опять же, композицию Summa Time, потому что достаточно тяжело, но надо прямо готовиться, чтобы перейти из верхнего регистра вот такой басовый регистра прямо Луи Армстронга, да, и у меня это получилось. Субтитры создавал DimaTorzok И когда я исполняю эту песню на концертах, люди сначала слушают партию Элла Фиджерат, и когда я начинаю петь за Луи Армстронга, у них вот так расширяются глаза, они такие, что? А я такая, да, да. Музыка И когда мне вопрос, я вам хочу, чтобы вы зала петь, Вы кто-то из твоих классных демок~~ Вы что-то из твоих классных демок Вы что-то из твоих классных демок Вот ее надо часа два учить новую песню, а потом просто с ней переспать, ну, как бы, грубо говоря. Нужно лечь спать, и на следующий день у тебя информация вся усваивается в голове, и ты на следующий день ее можешь исполнять. Но это мой случай, я быстро учусь. Я считаю, что за один день выучить одну песню, как бы, и на следующий день ее исполнять, это быстро. Ну, быстро. У меня так получается. Если я потратила на песню несколько недель, как, ну, даже не на песню я потратила, а на саму технику игры, группу Metallica, Nothing Else Matters, это не то, что, там, ты играешь по открытому ладу, да, там, вот это вот. Там еще есть продолжение в этой песне. И вот то, что у этой песни есть продолжение, вот на это я потратила, наверное, недель-две, наверное, потратила на то, чтобы выучить вот эту партию. А потом еще у меня была композиция, это группа Arians, очень древние песни, которые сейчас в тренде, это на заре. Долгий век моей звезды, сонный блеск земной росы, громкий смех и райский мед в небесе. Я ее начала петь уже очень давно, но года три назад я ее начала петь, а сейчас она только-только-только вышла, да, как бы, не знаю, может быть, я тоже поспособствовала этому. Потому что, ну, я каждый день ее пела, тренировалась, там очень тоже высокий переход и регистр высокого, там, на заре. Вот это вот очень трудно петь, неподготовленному особенно человеку, это надо тренироваться, да. Уличная культура, она намного чаще всего. Я знаю очень много музыкантов из консерватории, которые репетируют свою программу в метро. И потом они идут с этой программой отработанной, играют в консерваторию. Музыка Это и есть искусство. Музыка Музыка Я верю в Иисуса Христа, я верю в Иисуса Христа, я верю в Антону Путу, я верю в Пророку Халяту. Это очень нелегкие деньги. Это до такой степени тяжелый физический, эмоциональный труд. Музыка 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 Как бы я не выбираю своего слушателя. Каждый раз, каждый день у меня новые слушатели. Музыка Музыка Вот если за день хотя бы один раз кто-то мне не подпел, я думаю, что-то где-то надо провести самоанализ. Музыка Нет, я конечно не занимаюсь с вами компанией, но это подпевание людей мне, оно каждый день со мной происходит, потому что пою я достаточно знаменитые песни. Музыка 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 Ко мне даже подходят люди и говорят, это то, что мне сейчас было нужно. И это настолько заряжает, никакие деньги тут, ну как бы это бесценно. Это просто, ты понимаешь, что ты на своем месте. У меня была история про то, что я играю на улице под уличный переход, и меня все мое выступление слушает женщина, и она подходит ко мне в конце выступления и плачет, и говорит, Алиса, спасибо вам большое, ведь я же практически глухая, я ничего не слышу, а вашу музыку я услышала. И у меня просто вот мурашки прям по всему телу, по рукам, по смене, я понимаю, что это вот какое-то божественное прикосновение, что я нахожусь на своем месте и делаю то, что я должна делать. Музыка 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 А вот это уже бесценное то, что я получаю. Музыка 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 Некоторые музыканты говорят о том, что «О, ну сколько ты там сегодня заработала?» Я иду, изначально у меня другая задача Ты заработаешь много денег, ты никогда не сможешь с собой в могилу забрать Вот что? Я живу здесь и сейчас Сейчас я наполнена вот этой радостью, вот этими людьми, которые меня окружают Их улыбками, их хорошим настроением И я от этого понимаю, как прекрасно жить вообще на этой земле Вот так вот, от этим я и наполняюсь Вот это для меня априори самое важное Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо, спасибо Спасибо, спасибо Спасибо, спасибо